Привет, мои биатлонные друзья! Сегодня мы подведем итоги индивидуальных гонок и, в общем-то, они получились очень интересные, захватывающие и, конечно, неправы те, кто говорит, что индивидуальная гонка не зрелищная. Очень зрелищная, это зрелище для настоящих биатлонных гурманов, которые, в общем-то, понимают толк в этом виде спорта и представляют собой очень такой хороший баланс стрельбы и лыжного хода, где шанс есть у всех. Ну, собственно, и поговорим о том, как сегодня сложились соревнования. Первыми старт взяли мужчины, причем не было многих сильнейших, прежде всего Эдуарда Латыпова, который решает свои проблемы с оружием и, возможно, вернется к старому ложе. Во-вторых, не было Карима Халиви, который планировал пропустить этот старт, чтобы проделать необходимую работу, пропущенную на сборе. И Данила Серохвостова, у которого вновь не лучшее самочувствие, к сожалению, и только одну гонку он провел в этот летний сезон. Ну, в их отсутствие, собственно, победил главный фаворит Кирилл Бажин, который до последнего огневого рубежа шел идеально в плане стрельбы, но в конце дал слабину, сделал два промаха и, тем не менее, его запаса хватило для того, чтобы удержать превосходство. Неплохой результат показывал и Антон Бабиков, но все-таки три промаха вкупить с не самым лучшим ходом не позволили ему подняться выше и замкнул он лишь шестерку. Из других спортсменов отмечу блестящее выступление Леонида Кульгускина. Вторая гонка подряд с четырьмя огневыми рубежами на ноль у 19-летнего юниора, который, собственно, в юниорский возраст только перешел из старших юношей, где он проходил хорошую школу у Дмитрия Шуколовича в его юношеском проекте, и мы видим, что парень абсолютно не тушуется на стрельбище, умеет уверенно закрывать мишени, ну и для своего возраста у него неплохая скорость. Не смотрите, что он много проиграл топом, ну а кто в 19 лет не проигрывал? Я вообще не помню, когда спортсмен такого возраста поднимался на пьедестал взрослого чемпионата России. Поэтому здесь бронза, заслуженная, боролся даже за серебро с Александром Поварницыным, но Поварницын очень мощно прошел последний круг, показал сегодня лучший свой ход и заслуженно занял второе место. Евгений Сидоров, лучший из местных красноярских биатлонистов, мог также претендовать на медаль, но немножко подвела стрельба стоя, и постепенно он из такого бегунка превращается в специалистов длинных гонок, масс-старты и индивидуальные гонки его вотчина, и вот сегодня остановился в шаге буквально от пьедестала. Конечно, Денис Иродов после феерического выступления в масс-старте логично сегодня отступил, не получилось и на огневом рубеже, и в плане хода тоже были не идеальные кондиции, и в итоге лишь 15 место. Ну а в остальном особых таких сюрпризов, собственно говоря, и не было. В женской гонке борьба была еще более острой, и здесь тоже не обошлось без джокеров, без возмутителей спокойствия из числа молодых спортсменов. Таковой стала Екатерина Суханова, стартовавшая под четвертым номером, и которая долгое время претендовала на медаль, рисуя нули, но на последнем огневом рубеже в середине стрельбы чуть-чуть дрогнула и допустила один единственный промах. Да, для нее это лучший стрелковый показатель все равно, там еще одна спортсменка Юлия Лапина, тоже, кстати, из Красноярска, красноярцы вообще отличаются филигранной стрельбой, также сделала всего один промах. Ну а лидеры многие не справились сегодня на огневом рубеже, это касается и Кристины Рисовой, получившей пять штрафных минут, и Ульяны Нигматулиной, которая окончательно, в общем-то, рассыпалась у нее форма, и ход далеко не лучший, и при этом еще и промахивается, нет ее фирменной стрельбы, нету стабильности в стойке, тоже четыре промаха. Четыре промаха у Ирины Казакевич, к чему мы, в общем-то, привыкли, но ей хотя бы ход позволил залезть в первую десятку. А основные же лидеры стартовали чуть позже, и какое-то время гонку возглавляла Анастасия Шевченко, тоже, кстати, не идеально сегодня стрелявшая, три промаха для нее многовато, на лыжне боролась, опередила ту же Суханову, вытеснила ее в итоге из призовой шестерки, но в дальнейшем другие спортсменки были еще сильнее. То есть это и Анастасия Шевченко, мастер последнего круга, которая обошла... То есть не Анастасия, а Наталья Шевченко, которая обошла на последнем круге Екатерину Машкову и замкнула тройку лучших. Машкова тоже, как и Суханова, три чистых рубежа прошла, претендовала на победу, но сделала два промаха. Даже с одним она сегодня бы выиграла, но два промаха оказались перебором, и, к сожалению, я это предвидел, и чувствовал, что вот два раза она сделает на последней стойке, к сожалению, это слишком часто с ней происходило. Четвертый результат, да, это ее лучшее выступление в этом летнем сезоне, но, к сожалению, вот эти проблемы не позволили вообще зайти на вершину. Ну а самым главным украшением гонки стало противостояние Виктории Сливко и Тамары Дербушевой. Сливко бежала вообще последней из группы лидеров, знала все результаты, весь расклад, но немножко долгая затянутая стрельба на последнем огневом рубеже поставила ее в непростое положение. 12 секунд на последнем круге отыграть у такой Дербушевой, которая в форме, которая хорошо выступает летом, было очень тяжело. Виктория к середине круга сократила в половину этот результат, но дальше пошли затяжные спуски перед выходом на стадион, и мы знаем, что на лыжероллерах она не так хорошо себя чувствует, как на лыжах, и где-то на этих спусках немножечко проигрывала. В итоге отыграться полностью не удалось. 4 секунды с копейками в пользу Дербушевой, которая эмоционально наблюдала за финишем своей соперницы, но все-таки хороший последний круг Тамары позволил ей это превосходство удержать, и последние годы у нас исключительно Сливко и Дербушева побеждают в этой дисциплине, поэтому не стоит сетовать на отсутствие кого-то из сильных спортсменок. Анастасия Халили хороший ход показала, с тремя промахами 5 место, мы видим, что она готова к этому летнему сезону, но стрельба по-прежнему остается нестабильной, и какого-то ощутимого прогресса здесь не наблюдается. У Светланы Мироновой также прогресс есть по ходу, она совсем немного уступила Каплиной, к примеру, при равном числе промахов, но 4 минуты штрафа, это всего лишь 16 место, хотя априори, ну понятно, что под руководством Михаила Шашилова она немного ожила и стала чувствовать себя лучше. Завтра у нас выходной день и тренерский совет, будут новости, обязательно смотрите в Телеграме, подписывайтесь, ссылки в первом комментарии к этому видео на наши паблики в Телеграм и ВКонтакте, поэтому обязательно смотрим, но в субботу наблюдаем спринты, в воскресенье эстафеты, и на этом летний сезон будет завершен, поэтому подписывайтесь на наш канал и не заходите на штрафные круги.